Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о сухом вине. Для начала чуть-чуть терминологии. Что же такое сухое вино? Сухое вино это вино, в котором нет остаточного сахара, в котором сахар выбродил полностью. Иногда люди считают, что это вино с определенным количеством алкоголя. Нет! Это вино, в котором сахара нет совсем. Не важно, сколько там градусов. Всегда ли это вино кислое? Я очень часто слышу вот такое мнение, что я сухое вино не люблю, потому что оно кислое. Кислое оно далеко не всегда. Очень многое зависит от нашего восприятия. К сожалению, культура винопития и винопотребления у нас вообще развита очень плохо. Мы вино закусываем, к примеру, да, хотя вино вообще принято вином запивать еду. Вообще по культуре потребления вина есть отдельное видео, ссылку я оставлю вам. Но кратенько скажу, то есть зависит от того, насколько мы сочетаем то же вино с едой. Еда может испортить восприятие вина очень сильно. Впрочем, как и вино, восприятие еды тоже. То есть, если там что-то идет неправильно, значит, ну, нам не понравится ни одно, ни другое. Кроме того, наши вкусовые рецепторы, на самом деле, они забиты кучей вот всяких подсластителей, ароматизаторов и всего остального. Ну, это на самом деле так. Возьмите состав любого продукта, даже хлеба. Я как-то недавно читаю состав хлеба. Обычный черный хлеб, а там написано. И ароматизаторов, по-моему, зеленого яблока или зеленого чая. А можно мне хлеб со вкусом хлеба? То есть, очень много у нас сейчас таких очень ярких, в том числе и химических ароматов. И, конечно, на этом фоне, особенно тоже, когда много везде подсластителей, вина нам могут казаться кислыми и не совсем вкусными. История уже это проходила. Где-то в конце 17 века в Европе очень активно стали потреблять чай, кофе и шоколад. И появился сахар. Его активно импортировали и сахар добавляли во все. Ну, в те же, в чай, в кофе, во все эти напитки. Более того, растет рост производства крепких напитков. И на фоне вот этого вот, как бы, мощного вкуса, в том числе и сахара, французское вино, французский кларет, он очень становится блеклым. Потому что вот, ну, такие мощные появляются вкусы. Если тоже до этого, например, шоколад употребляли без сахара, появляется сахар. И вот мало того, что шоколад сам по себе такой мощный, да, продукт по вкусу, плюс сахар, и получается, что, ну, все это такое очень сильное. И понятно, что вино на фоне этого, оно начинает блекнуть. И в этот момент вина тоже начинают подслащать, в том числе и в тавернах. Чего раньше, например, никогда не было. Но опять же, потому что появился сахар. То есть, понимаете, употребление большого количества тех же сладких продуктов, оно тоже влияет и на вкус вина, в том числе. А у нас еще часто как принято, ой, шампанское давайте с десертиком, например, да, или с фруктиками, вот с бананом особенно классно, сладеньким. На фоне этого шампанское понятно, что оно будет казаться кислым, даже если оно не совсем кислое. Ну, и вино сухое особенно. И в связи с этим сухие вина, они не столько кислые, сколько мы правильно их употребляем. Хотя, конечно, среди них есть и кислые. Это действительно так. Ну, очень много вин, которые не то, что не кислые, они очень приятные по вкусу. Но вы мне можете возразить, ну, не люблю я сухое, мне не нравится. Зачем мне вообще его пробовать, зачем мне себя к нему приучать, да, если мне не нравится. Частично вы, конечно, правы. То есть нам надо найти баланс между нравится, с одной стороны, да, а с другой стороны между получением действительно удовольствия и наслаждения от употребления вот этого замечательного напитка, называемого вино. Так вот, отвечая на вопрос, зачем. Дело в том, что большинство из нас, мы просто сами себя вот обкрадываем. Если вот вы, например, когда-то раньше пили чай с сахаром, с много-много сахара, а потом стали туда сахара добавлять меньше, либо вообще отказались от добавления сахара в чай, то вы стали ощущать вкус чая. Вот те, кто через это прошел, они знают, о чем я говорю. Точно так же и с вином. Ну, употребляя более сладкие вина, тем более, если мы не рассматриваем какие-то, ну, такие хорошие, да, дорогие вина. А если мы берем какую-то вот низкую ценовую категорию, что получается? Там берется тоже сухое вино, в которое добавляется концентрированный виноградный сок с большим количеством сахара. За счет этого получается сладость. Мало того, что такое вино нестабильно, поэтому надо туда дополнительно стабилизаторов, идет разбавление вот всех этих ароматических веществ. Поначалу вы можете этого и не чувствовать. Я расскажу немножечко, да, свою такую историю, что, ну, когда-то я тоже не любила и отрицала сухие вина, я тоже считала их кислыми и предпочитала, конечно, более сладкие. И вот однажды, когда мне было 20 лет, я поехала на море, поехала на море первый раз в Крым, и там мы попробовали вино крымское, массандровское. Скорее всего, что это был АСРС, что-то вот из крепленных таких очень насыщенных вин, и на тот момент это вино, оно просто сразило своим ароматом, несмотря на то, что оно было невероятно сладкое, но об этом я поговорю чуть позже. Оно просто, ну, реально сразилось своим вкусом. Мне казалось, как это, это вообще какой-то волшебный вкус, волшебный аромат. Ну, конечно, надо добавить все, что было вокруг, да. Ну, конечно, к этому надо добавить и все окружающую обстановку, практически как в песне Высоцкого, светлый терем с балконом на море, потому что наш балкон выходил как раз в сторону моря, и от моря нас отделяло всего лишь порядка 700 ступенек. То есть тогда это казалось, ну, чем-то невероятным. Прошло 10 лет, мы с мужем попадаем в Киев, и напротив нашей гостиницы, магазин, ну, какой-то там фирменный винный. Мы заходим туда, и я вижу вот эту знакомую бутылку. Думаю, ну, вот, вот, там же такой вкус классный. Покупаем, я пробую, ну, да, аромат, конечно, есть, ну, вот этот сахар, ну, а там десертное вино, ну, все уже не то, то есть сахар прет, и этот аромат, он сильно скрадывается, потому что я уже немножечко стала пробовать другие напитки, и, ну, мне они стали более приятные. То есть вот на своем примере я вам рассказываю, как идет эволюция вкуса. И когда я постепенно стала приучать себя к сухим винам, они есть абсолютно не кислые. Мои вина домашние, они абсолютно не кислые, они очень приятные, очень мягкие. И, ну, буквально недавно, наверное, летом, где-то в гостях было, по-моему, полусладкое или полусухое, наверное, полусладкое красное вино. И вот я его пробую, и я понимаю, что это просто разбавленный компот. Вот. Буквально пару минут назад я вам об этом говорила, да, что берут сухое вино, добавляют вот этот сусло, ну, грубо говоря, сахар, да, и получается разбавление вот этих, ну, никто же на вот это сусло не будет пускать там какой-то суперароматический виноград. Нет, там все самое простое. Идет разбавление, и уже мы не наслаждаемся ароматикой вина, мы не наслаждаемся вот этими вкусами, и мы просто чувствуем, ну, вот, вот этот сладкий компотик. Эти вкусы, они не приходят сразу, вот, что вы сели, налили себе в бокал, да, и, ну, сразу начинаете во всем этом разбираться. Нет, это приходит со временем. Но когда вы подружитесь с вином, когда вы сможете его распробовать, после этого вам уже не захочется вот этих вот полусухих и полусладких вин. Более того, вот, часто бывает, ну, с той же кислотой, мы об этом говорили, на самом деле, много раз во многих роликах, да, кто-то может там говорить, что, ой, я не воспринимаю кислоту, вот, там, у меня там желудком что-то, еще что-то, мне вот это кисло, а типа сладкое нормально. Так в сладком кислоты ничуть не меньше, а может быть даже и больше, и даже скорее всего, потому что, помним, концентрированная сусла кислота-то там тоже есть, и сухой виноматериал там тоже кислота есть. Вам просто ее замаскировали с сахаром, и все. А кислота никуда не делась. И сейчас, если мы коснемся домашних вин, тоже многие говорят, что, ой, ну, вот мои там не любят кислое, вот они любят сладенькое, распробуйте свои вина. Если же у вас с вашими винами проблема с кислотой, значит, надо смотреть либо технологию, либо сорта, либо технологию возделывания винограда, чтобы он у вас нормально созревал и кислота уходила, да, либо сорт мы меняем более высококислотный на менее кислотный, либо к нему пару заводим, мы об этом тоже много раз говорили, и мы можем в домашних условиях получить хорошее вкусное вино, которое будет не кислым, оно будет приятным. И когда вы его распробуете, вам не захочется добавлять больше туда сахара, потому что вы научитесь наслаждаться вот этим настоящим натуральным ароматом. Только вы добавляете туда сахар, есть одно исключение, я сейчас о нем поговорю. Все, вы чувствуете сахар, а все остальное у вас уже теряется. Единственное вино, которое не любят сухого состояния, это мускаты. Точнее, не все. Мускат любит остаточный сахар, но там другая технология производства, то есть там надо останавливать брожение на определенном уровне, чтобы вот этот сахар немножечко оставить. В смеси с мускатным ароматом, но они как бы очень любят друг друга, очень хорошо уживаются и друг друга дополняют. В большинстве остальных случаев сахар просто обкрадывает наш вкус. И опять возвращаясь к нашим домашним винам, если для вас вино получается действительно сильно кислым, ну можно попробовать поработать с кислотой. То есть, опять же, не забивать ее с сахаром, а поработать именно с кислотой. Про методы снижения кислотности тоже говорили не раз. В конце концов, в магазинах специализированных есть специальные порошки, которые абсолютно безопасны. Они связывают лишнюю винную кислоту, она в виде винного камня того же выпадает в осадок, и таким образом кислотность уменьшается. Но при этом аромат вашего вина, вкус вашего вина, он остается. Конечно, это приходит не сразу. И многие из вас, я думаю, любители более сладких вин, сейчас по ту сторону экрана сидят, думают, ай, ну что вот она нам втирать, но если нам не нравится. Повторюсь, конечно, вам надо найти баланс между мне нравится и между нормальным качеством вина. Пробуйте, пробуйте сочетать с едой. Кисловатое вино замечательно, с соленым сыром, соленое мясо, соленая колбаска, просто идеальное сочетание. Вы попробуйте, вы просто попробуйте. И поверьте, ваш мир во многом изменится. Я это вижу на некоторых своих знакомых, когда вот мы что-то пробуем, я спрашиваю, ну как, ой, мне кисловато, а попробуй вот с этим. Как, как оказывается классно, и как оказывается меняется этот вкус. То есть я это вижу вот в своем окружении, попробуйте и вы. Да, это может прийти не сразу, это может прийти постепенно. Ну вот даже вы говорите, например, там, ваши близкие предпочитают. Ну, в конце концов, сахара вы всегда можете досыпать. Но возьмите, налейте в хорошие бокалы. Попробуйте с одним, с другим, по глоточку, поговорите между собой, что вы ощущаете в этом вине, какие вкусы, какие ароматы, что вам нравится, что вам не нравится. Ну, если совсем уже, ну, сахарка чуть-чуть вы всегда сможете насыпать. Убрать сложнее, а насыпать можно всегда. И еще, когда вы мне, бывает, задаете вопрос, а сколько мне надо добавить сахара, чтобы у меня там получилось полусухое или полусладкое? Нисколько, на самом деле. Если вы уже, ну, действительно, ну, так иногда может так получиться, да, что, ну, совсем вот без сахара что-то не то. Добавьте перед употреблением по вашему вкусу. Не смотрите вот на эти цифры, сколько там должно быть грамм на литр. Потому что какое-то вино может потребовать вообще буквально там капельки. Вы добавили, оно уже вам мягкое, оно уже вам приятное. Не следует добавлять сахар сразу после окончания брожения, потому что этим вы делаете ваше вино только нестабильным. Зачастую брожение возобновляется, вино опять начинает бродить, и все остальное. Если уже вам в домашних винах очень-очень хочется сахара, то добавляйте перед употреблением. Но попробуйте, попробуйте выстроить диалог с вашим вином. Я думаю, что может, если не сразу, то через некоторое время вы поймете, насколько раньше вы, ну, реальность, обкрадывали свой вкус, добавляя вот эту сладость. Если мы говорим о магазинных винах, то вам тоже надо просто найти именно свое вино, которое подойдет именно под ваш вкус. Ну и, конечно, к нему какое-то удачное сопровождение. На самом деле, я думаю, у вас получится. Сейчас тоже очень много специализированных магазинов. Где грамотные консультанты, которые могут вам подсказать и смогут вам помочь. Когда вы погрузитесь в мир сухих вин, ну, я уверена, что большинство из вас потом не так уж и захочет возвращаться к винам более сладким. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!